Организация питания в школе является важнейшей частью качественного образования детей. Для учеников начальных, средних и старших классов, ввиду их повышенной активности на уроках и переменах, требуется большое количество питательных веществ. И такие значительные энергетические затраты должны компенсироваться соответствующими горячими блюдами, ежедневно подаваемыми в образовательных учреждениях. Во исполнение поручения президента Российской Федерации с нового учебного года младшеклассников района бесплатно обеспечивают горячей едой. Разнообразие меню радует и детей, и их родителей. На сегодняшний день в нашей школе 301 ученик. Из них первой и четвертой классы 117. И все 117 детей начальных классов получают бесплатное питание, готовят для них завтраки. Почти уже 70 человек стало по льготному питанию. Туда входят малоимущие, многодетные, дети, которые находятся под опекой, и дети-инвалиды. Здесь у нас питается почти 70 человек, 68. У ВЗ у нас на сегодняшний день 5 человек. У ВЗ получают сегодня полноценный обед. У них и первое, и второе, и третье каждый день они питаются. Наши повара готовят по трем меню. Это у нас первый завтрак для начальных классов. Потом у нас идет обед, идет ОВЗ. И третье меню, это для тех, кто питается бесплатно, тоже малоимущие, многодетные, под опекой и инвалиды. И родительская плата. Те, которые дети, которые платят за свой завтрак деньги. Здесь у нас 72 человека пока. Но мы стараемся, конечно, дети приходят, родители к нам приходят часто просто посмотреть. Потому что в прошлом году было одно меню, в этом году уже другое меню. Меню, я считаю, что составлен он, конечно, очень калорийный и завтрак, и обед. Но единственное, то, что трудно очень нашим поварам, что они готовят по трем меню. Значит, в меню сюда у нас входит 2-3 раза в неделю. Это у нас выпечка булочки. У нас, значит, сюда входят запеканки. И, конечно, повара приходят очень рано, чтобы успеть приготовить весь этот завтрак, весь этот обед, всю эту выпечку. Конечно, трудно. Ну, я думаю, что родители довольные, значит, дети довольные. И я считаю, что пусть будет так. Трудно, конечно, везде сейчас трудно. Будем стараться. Ученики школы питаются по графику. Каждый класс по отдельности в свое время. Чтобы не допускать в столовой массового скопления детей, как требует того предписание Роспотребнадзора для профилактики коронавирусной инфекции, отмечает директор Чехракской школы Зарей Махабиева. Приходит, конечно, каждую, вот у нас график расписания есть, когда каждый класс должен прийти в столовую, помыть руки, успеть надо обязательно позавтракать и, конечно, прийти на урок. Значит, для этого у нас есть графики. И с этими детьми приходят, значит, классные руководители. Обязательно они в масках, потому что сейчас и уборка, и, значит, все вот эти вот антисептики, которые мы, значит, применяем, это все у нас есть. За этим всем следит медсестра, за этим следят технички, выполняют все свои указания. Значит, я считаю, что на сегодняшний день наша столовая справляется со своими задачами, которые возложили на них. И поэтому я считаю, что самое главное, чтобы дети были сытые сегодня, чтобы они хотя бы один раз горячее питание принимали, для того, чтобы они продолжали заниматься. Потому что на пустой желудок, значит, невозможно работать детям. Я хотела бы обратиться к родителям, нашим родителям, других школ родителям, что вы понимаете, что ребенок, который находится больше трех часов, больше четырех часов в школе, он должен обязательно сегодня питаться. На сегодня мы не выпускаем детей из школы, потому что через дорогу это, во-первых, опасно. Вы знаете, хотя переход есть, но это мы боимся, мы и раньше это делали. Значит, в магазин ходить, покупать чипсы и газированную воду, которая, вы знаете, противопоказана нашим детям, абсолютно нельзя. И мы это запрещаем. Поэтому, пожалуйста, мамочки, пожалуйста, родители, обратите на это внимание. Если вы желаете своим детям здоровья, и чтобы они хорошо учились, они должны сегодня питаться. Питание платное 40 рублей. Вот вы видите сегодня, какой у нас завтрак. Я думаю, что сегодня вот это вот покушать один раз, и достаточно, чтобы прийти домой еще покушать, пообедать дома. Поэтому обратите на это внимание, и давайте, наверное, будем, чтобы у нас 100% питание было в школе. Работники столовой – профессионалы в своем деле. И каждый выполняет свои обязанности, но задача у них общая – организовать школьное питание на высоком уровне. У нас вот есть 10-дневное меню, которое мы готовим каждый день. Сегодня у нас, значит, гуляш из говядины, каша гречневая, рассыпчатая, хлеб, чай с лимоном и овощи. Овощи, значит, огурцы, помидоры свежие. Значит, УВЗ у нас кушает обед. Это у нас завтрак был. И вот еще один завтрак для платников. У нас подразделение идет, значит, сосиска отварная, будет каша гречневая, чай с лимоном, хлеб и то же самое овощи свежие. И обед у нас, значит, суп у нас идет с клетками, рыба жареная, картофель отварной, кисель молочный, хлеб и овощи свежие. Вот так мы каждый день готовим. У нас перед глазами три меню. Придерживаемся очень этого меню. Все поставляется, все приготавливается. Стараемся. Рацион детского питания достаточно полноценен и разнообразен. В него обязательно включаются мясные, рыбные, молочные и овощные блюда. В течение недели в рационе обязательно присутствуют крупы и макаронные изделия, творог, яйца, фрукты и так далее. Что и немаловажно, родители могут ознакомиться с меню и попробовать блюда. Я родительница третьего мальчика-близнецов, третьего А-класса. Имею возможность приходить в столовую к детям. Мы делимся с классом, по очереди приходим. Дети кушают, все довольны. Очень вкусная гречка, мы сейчас с вами с родителями попробовали. Чай, все чисто, все аккуратно. Дети довольны. Обслуживаем, персонал очень хороший, все добрые. В этом году, да, у меня дети еще не ходят в этот класс, мы за питание не платим. Все так же хорошо, есть овощи, фрукты. Ну, в общем, все хорошо. Еда очень хорошая, дети довольны, кушают. Домой приходят не голодные со школы. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, новости Кашхабрского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова